ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Авторская программа Алексея Ледяева. Иллюзии и реальность. Я хотел, чтобы вы сейчас выслушали свидетельства, потому что то, о чем я сейчас говорю, это на самом деле не теория, это есть практический опыт многих-многих людей, мужчин и женщин, которые испытали в своей собственной жизни, что такое сетование, что такое почти могила, что такое почти смерть, что такое почти на той стороне. Но все-таки на краю Господь берет за руку, Господь берет тебя и говорит, а моя воля, чтобы ты жил. Мало ли, что говорит дьявол, мало ли, что говорит дьявол, что говорит смерть, что говорят бесы. Во Христе Иисусе все смертное поглощается жизнью. И я думаю, что когда ты будешь слушать это свидетельство, пожалуйста, еще раз проверяй свое сердце, и пусть этот внутренний скрытый антагонизм с Богом меняется на добрые, уважительные, дружественные отношения с Ним. Примиритесь с Богом, потому что в этом мире есть все благословения твоей жизни. Пожалуйста, Наталья, я приглашаю тебя. Большие аплодисменты, и давайте послушаем. Ну, Наталья, расскажи, пожалуйста, то, что сейчас мы читали, как это преломилось в твоей жизни. Спасибо, пастор. Пастор, действительно, все слово, вот ваше сегодня, которое Бог сказал, это для меня. Я благодарю. Давайте еще поблагодарим пастора за слово. И воистину 29-й псалом, это был тот псалом, когда я лежала в больнице, это был мой псалом. Я так же молилась Богу, так же говорила. И знаете, я хочу сейчас засвидетельствовать о Боге, который возвращает детей своим родителям, который воскрешает из мертвых, который дает новую жизнь, который чудотворец, который способен сотворить в нас все то, что, может быть, дьявол или болезнь разрушила. То, что, о том Боге, который восстанавливает сокрушенные сосуды, который восстанавливает сокрушенный, может быть, организм. Я буду свидетельствовать о той славе, которую Бог совершил в моей жизни 15 лет назад. Но это самое яркое свидетельство в моей жизни. Бог совершил много чудес в моей жизни. Но это, скажем так, переломный момент в моей жизни. Благодаря этому я стою на этом месте. Благодаря этому свидетельству и этому чуду, который Бог совершил, вся моя жизнь и вся моя семья, она спасена, она служит Богу. Абсолютно каждый человек в моей семье. Мой брат, моя сестра, мой отец, моя мама, они все в церкви. Они служат. Потому что наш Бог, Он великий Бог. И действительно, хочу сказать, не разочаровывайтесь. Никогда не верьте слову или не верьте диагнозам, которые говорят, может быть, врачи. Я хочу сказать тому человеку, который, вот может быть, сейчас у тебя такой диагноз. И ты даже не знаешь, как с этим справиться. Отдай это Богу. Потому что у Бога есть свой диагноз для тебя. Бог совершает чудеса. Бог не изменился. Бог тот же. Бог, что 2000 лет назад, что вчера, что сегодня и во веки тот же. Поверь этому. Наш Бог, Он великий Бог. И Он не врет. Ни одно слово, которое прозвучало в твою жизнь. Или пророчество. Это совершится. Это совершится. Но главное, вцепись за Него. Вцепись всеми своими руками. Не знаю, всей своей крепостью. Всей силой своей. И скажи, да, Бог, я верю Слову Твоему. Я буду идти за Тобой. Я буду верить до последнего. И не сомневаться. Знаете, в Библии есть слово, что сомневающийся человек подобен волне. Он как бы спенится, кажется, да, 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 я верю. И потом, нет, не верю. И что Бог в Слове Своем говорит о таком человеке? Да, не думает. Да, не думает даже получить что-либо. И поэтому я хочу засвидетельствовать, как Бог дал мне ту веру непоколебимую. Я знаю, что я не тот человек, который не сомневается. У нас, у каждого человека, мы сочетованы, наверное, так, что мы иногда, ну вот наша вера на вершине, а потом мы так, и где-то мы уже, так скажем, на глубине уже лежим. Я знаю, что я тоже тот же человек. Но знаете, когда мы проходили все эти, весь этот период, всю эту долину смертной тени, во мне Бог дал вот такую веру. Вот такую веру, не сомневающуюся. Я знаю, что это не я. Что это не я, потому что весь этот путь, который я проходила, во мне не было ни одного сомнения, что я не выживу. Или вообще, что такое смерть для меня. Я не понимала даже значения этого слова. Расскажу, как бы вот сначала. В 21 год, когда мне исполнилось, мне поставили диагноз. Рак крови. Тогда это была, может быть, еще не последняя степень. Когда я приехала в больницу, мне сказали, что мне обязательно надо пройти химиотерапию. Все-все-все эти дела. Одна женщина в больнице мне рассказала, что это такое, потому что до этого я не понимала, что это такое. Но она мне рассказала все подробно, что у меня волосы выпадут, что ты будешь инвалидом первой группы. Ну вот в таких красках. Я приняла твердое решение. Я не буду. Я не буду лечиться. Я уже тогда, мы год, ну, были как женаты. Я христианка, я верила. Я сказала, нет. Если даже Бог меня не истерит, лечиться я не буду. Я подписала бумажку. Директор Лина Зерса пришла ко мне еще, говорит, ты что, ты не понимаешь, эта болезнь, она очень сильно прогрессирует. Это максимум ты год проживешь. Я говорю, хорошо, сколько мне осталось, столько я проживу. Я подписала эту бумажку, что я отказываюсь от лечения. Ну, приехав домой, в моей жизни начало происходить что-то. Я не знаю, откуда, что пошло, но начала развиваться еще одна болезнь. Параллельно этой, очень сильная. Можно приравнить ее к раку кишечника. Ну, приравнить, но медицински она не так называется. У меня начал просто разлагаться кишечник. Прямая кишка, она полностью была как решеток. Когда я ездила вот на эти анализы, она была просто вся в дырках. И состояние моё уже было на тот момент настолько слабое, потому что, что ты бы не скушал, буквально через полчаса оно все вот просто вот, вот прямо, прямо, вот так, как утка, как говорится, съел, и вот оно, и ушло. Благодаря всему этому, мой организм настолько сильно ослаб, я потеряла вес почти что до 38-35 килограмм. Это в течение месяца, не могла ничего скушать. У меня на язык, как бы, когда ты понимаешь, что внутри что-то происходит такое гниение, он был весь в лдырях таких гнойных. Это я так, чуть-чуть так, драматизм, чтобы вы понимали, с чем я боролась. Просто как гнил. Ты даже воду проглотить практически не мог. И вот в таком состоянии, когда я уже так совсем ослабла, мой муж не спрашивая, меня просто посадили в машину и повезли в больницу. Они думали, что это прогрессирует рак крови. И вот это как бы все дало туда. Но оказывается, это была параллельно очень сильная, мощная болезнь, которая не была вообще связана с раком крови. И врачи тогда сказали, ну что вы хотите, что вы хотите. Уже четвертая стадия, если была вторая, то через месяц она уже была в четвертая, переросла рак. А еще, говорит, параллельно у нее полностью разлагаются все внутренности. То есть моя мама еще к врачу подходит и говорит, ну доктор, ну хоть что-то можно сделать. А что мы можем сделать? Она разлагается изнутри. И вот такой ответ был дан моей маме. И еще две недели я просто пролежала в больнице. Мне просто вливали глюкозу. Все знают, что это такое. Это просто у меня был обезвожен уже настолько сильный организм, чтобы просто хоть как-то поддерживать. Был собиравший, собирали врачи консилиум, решали, как бы что исправить. Но один выход был, чтобы спасти мой кишечник, единственный даже выход, это делать операцию и вставлять искусственную трубку. И ты инвалид на всю жизнь. Ну, это был вообще единственный способ как-то восстановить. Но также не могли делать эту операцию благодаря тому, что весь мой организм уже настолько был сильно ослаблен. И никто не знал вообще, выдержу ли я эту операцию. Для рака крови надо было обязательно химиотерапии. Но химиотерапию тоже они не могли уже в тот момент делать, потому что все мои внутренности, они были настолько уже прогнившие чуть-чуть, что также реакцию никто не знал. Какой исход? Ну, еще вот две недели я лежала и в один прекрасный день просто, когда я лежала в больнице, они решили, что терять-то уже нечего или ты как бы своим путем уйдешь или, ну, не знаю, ну, как они решили, но привезли мне вот эти бундули, там, не знаю, 6 литров химии и решили сделать все-таки вот эту химиотерапию. Сделали мне химиотерапию весь этот день. Я молилась, читала вот так же 29-й псалмогопсалмов. И, знаете, вот даже в тот момент, ну, ни капли сомнений не было, что вот настолько вера какая-то сверхъестественная была, что да все хорошо, мама там тут плачет. Я говорю, что вы плачете? Да все же хорошо. И как-то вот тупо, может, даже на всего этого, на этом фоне выглядело, как я говорила, как я улыбалась и провозглашала, что да все в порядке. Я просто вот устала, я просто хочу спать, потому что организм, я уже, в принципе, на тот момент лежала, я уже даже не вставала, потому что организм, как бы все это я не кушала, это уже в третий месяц был. Все это все равно продолжалось. Остановить это практически пока не могли. И даже вот это все выходило, оно такое гнойное, из такой ужасной кисели, вот когда мясо гниет, вот такой запах был. И вот такая я лежала. Я помню, что меня просто посадили на кресло-каталку, и мне 21 год. Я понимаю, что это невозможно, как я не могу держать свою голову. Она у меня просто вот падает. И я говорю, мам, а как это может быть, что я не могу ни поднять ложку, ни поднять голову свою. Вот настолько обессилен организм. И тогда, когда мне сделали эту химиотерапию, прошло 4 дня, и у меня обострение, как бы кризис. Ну вот все ждали врачи, как вообще мой организм поведет. И дождались. Через 4 дня у меня началось осложнение. Все врачи почему-то забегали. Вдруг меня привезли, перевозят в реанимацию. Позвонили всем моим родным и близким. Оказывается, что был очень критический момент. Даже позвонили моему мужу. Он работал в центре, в Риге. Полицейский. И сейчас пик. Я знаю, что он добрался от центра Старой Риги до Лены за 6 минут. Не знаю, как он уехал, но вот так это было. Моя мама в тот же Дивень позвонила моему папе, моему отцу. Это был май. Сказал, что обязательно собирайся. Если хочешь еще увидеть и попрощаться с своей дочкой, приезжай. И так вот, я помню уже моментами, моментами отключалась. Помню моментами, когда меня привезли в реанимацию. Это был черный угол. Черный угол. Почему он черный был? Я понимаю, что это дух смерти, который навис на тебе. И вот как в облако какое-то тебя везли. И такое, знаете, вот тогда я почувствовала какую-то безысходность, когда кажется, выхода уже нет. Когда вот это вот, оно тебе дышит настолько близко, настолько в лицо. Но знаете, страха все равно не было. Не было страха. И я вот вижу, что мои родители стоят, мой муж стоит, и они плачут. Я говорю, ну как? Почему? Все же хорошо. Я улыбаюсь уже. Все же будет хорошо. Как это тупо выглядело, не знаю. Но я говорю, ну все, Бог же со мной, все будет хорошо. Я улыбаюсь. И только глаза, говорит, закатываются у меня. А они, ну вот. Я еще посмеялась. Думаю, о, мужики, вы же сильное звено. Почему вы плачете? Я говорю, не плачешь, все будет хорошо. Вот с таким оптимизмом я лежала. Ну, как бы, болезнь, наверное, и все это дело свое. Я как бы моментами все-таки не помню, что происходило. Но они уехали. Приехали еще сестры из моей церкви, Согры. Они помолились за меня, хотели принять вечерю, но поняли, что со мной даже это было уже невозможно сделать. Они приняли вечерю, помолились за меня и тоже уехали. И вот в ту ночь, такой, скажем, переломный момент, когда я осталась лежать, и я практически все эти три месяца, ну, мало того, что не кушала, все это все продолжается. Я и спать-то не могу, когда твой организм обессилен, ты даже заснуть не можешь. Ты как бы мучаешься всю ночь. Я заснула, и вот видение просто реально четко проснулось от того, что просто мне в ухо кто-то так сказал. И как бы вижу свою кровать, и как детскую, которая держит руки. И Бог говорит, не бойся, не бойся, я с тобой, ты пройдешь эту долину в смертной тени. И я от этого проснулась, как бы встал, проснулась, и смотрю, что уже утро наступает. И врачи тоже, как бы взяв эти анализы, увидели, что буквально, если организму до этого не было за что зацепиться, то все анализы дали скачок. И Бог тогда уже ответил. Бог тогда начал совершать это чудо исцеления. Амин. Амин, воздайте ему славу. И знаете, Бог делает выход там, где нет выхода. Бог даже вот кажется, зацепиться-то не за что. Вообще не за что уже. Да, как бы кожа до кости. И ты, и Бог, Он сказал, нет, а я по-другому. Я не оставлю тебя. Ты пойдешь, пройдешь эту долину в смертной тени. И знаете, тот момент, буквально с того момента, за неделю, Бог совершил настолько сильно восстанавливаемый мой организм. Это начался процесс. Меня через неделю уже перевезли в палату. Операцию на мой кишечник не стоило делать, потому что останавливаться начало все это. Оно не остановилось за один день в одну ночь, но буквально за 2-3 недели это все стало останавливаться. Я начала кушать, я начала заново ходить, я начала все проходить заново. Я помню, как я старалась в больнице от первой ступеньки до второй ступеньки. Я как духовными глазами или даже реальными, я не знаю, но такое ощущение, как будто ты реально видишь, вот Иисус стоит наверху налезть и говорит, давай, ну пройди по ступеньке, ну давай, укрепляй. И я говорила, Бог, ты укрепляешь мои ноги, ты делаешь их как оленьи, я буду прыгать, я буду славить, потому что в тот момент, когда ты пролежал просто месяц, и ты не ходил, потому что ты лежал вот как к мертвым грузам, и благодаря Богу вообще нет пролежей у меня, потому что так лежать, у меня были такие черные пятна по всему организму, я думала, что это останется, ну как бы на все, они даже до сих пор чуть-чуть есть, но это такое напоминание, как бы некоторые видят и говорят, ой, у тебя это, грязная там рука или нога, допустим, от этих всех уколов, я говорю, нет, и тогда есть всегда повод, если ты не говоришь, что тогда они сами заставляют рассказывать о тех чудесах, что Бог совершает в нашей жизни. Ну знаете, тот момент еще был, один момент, когда меня уже выпасили из больницы, этот процесс весь проходил, я приехала домой от химиотерапии, у меня были длинные густые волосы, ну и они сейчас густые, слава Богу, но тогда они начали выпадать, и когда они начали выпадать, вот это, знаете, даже притча такая есть, в пустыне идет, да, два следа, да, и вот вдруг, когда тяжелый момент, одни следы оставят, и Бог говорит человеку, почему ты меня оставил, нет, я проносил тебя, и вот такое ощущение, Бог тебя пронес, Он тебя поставил на ноги, и я посмотрела на себя, мама, я вижу, ну, на лицо кажется 60-летняя бабушка, когда уже тут начинает еще, ну так, волосы начинаются вот отсюда выпадать, и во мне зародилось, вот как пастор сказал, разочарование какое-то, и тогда вот оно пришло, и как только оно пришло, ты просто возненавидел все вокруг, ты смотришь женщины, там девушки красивые, лето уже как раз было, а ты просто вот, как этот, из Бухенвальда такой, 38 на тебе килограмм, ты серый, черный, сейчас и лысый еще, к тому же, и пришло вот такое разочарование, и я тогда не хотела никого видеть, я не хотела даже слышать о Боге, да, как пастор сказал, пришло вот это разочарование, но знаете, когда оно пришло, даже тогда Бог, Он любит тебя, Бог даже тогда скажет, а нет, я своего слова не изменю, если я сказал, что ты пройдешь эту долину, и я просто видела Божью руку на всем, 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 что как Он вел меня, и вот тогда проходила, на манеже конференция, все, может быть, многие, кто знает, тот знает, что происходило, и было служение Кента Маттокса, и когда меня привезли, я приехала с таким настроением, я думала, ну, да, 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 Бог исцеляет, вот как пастор сегодня тоже говорил, вот такое, вот такое состояние у меня было, было разочарование какое-то, я даже не знаю почему, откуда оно появилось, когда ты вроде уже прошел, и вот оно пришло, и тогда с таким моментом просто начала вода в моем организме скапливаться, вот этот момент, и настолько сильно, что ни одни вот мочегонные эти таблетки, они ни капли не выгоняли, мне даже приезжали врачи там со скорой, они, ну, вену прямо, внутри вену водили, ни капли, вот просто, если у меня был вес, допустим, 38, то за неделю он стал 63, и это только воды, вот скопилось воды, и настолько сильно, это все происходило быстро, что я опять через неделю, опять лежу, только уже у себя дома, и я не могу ни повернуться, от этой тяжести, тебе кости просто, кажется, просто кто-то выламывает, и вот так вот, с резком такое ощущение, от этого давления, и врачи тогда говорили, еще чуть-чуть, и вода в легкие попадет, и опять, летальный исход, и опять, и ты думаешь, вот она смерть, и опять она тебе дышит уже в затылок, и тогда вот это было происходило, эта конференция, и тогда, конечно, муж говорит, ну, поедем на конференцию, за тебя помолимся, я говорю, не надо, не надо, не хочу, не хочу, во-первых, чтобы меня видели в таком виде, и вот такое состояние, он тогда меня, конечно, не спрашивал, на меня одели мамин свитер, тапочки 45-го размера, потому что ноги ее не как у папайи, вот ты встанешь, эта вода так, и она вот так вся выстекает, и повезли, приехали тогда, и я вот все служение, у меня такое настроение было, я просто боролась, я просто воевала с Богом, да, да, Бог исцеляет, да, Бог, кого-то Он исцеляет, но не меня, и даже вот с таким настроением, Богу, нет ничего невозможного прикоснуться к тебе, амин, даже с таким настроением, Бог не перестает тебя любить, потому что ты его драгоценное дитя, и я увидела эту милость, это просто Божья милость, я не заслужила этого, ничем, абсолютно ничем не заслужила, ни капли его милости, но Божья милость, она приходит вот как благословение, как даром, как благодать твою жизнь, и когда это служение уже заканчивалось, и когда вот моя мама говорит, давай подойдем, они просто могут за тебя помолиться, но наши люди много свидетельствовали, я устала, я говорю, давайте, говорю, лучше посадите меня обратно, и вот когда, в тот момент, когда разворачивалась, я уходила, тогда вот Кент Маттокс, служитель, он сказал, стоп, стоп, остановите эту женщину, она больна, давайте церковь за нее молится, и в этот момент, это была как точка, я знаю, что это была точка, почему, потому что, когда он молился за меня, в мой дух, я услышала тот же самый, голос, когда я лежала в больнице, совершилось, и это была как точка, потому что, когда я встала оттуда, я знаю, что я встала полностью исцеленной, да, это не произошло в тот момент, когда вот, вроде, физически не видно, но просто в тот момент произошел духовный перелом, и эта духовная точка, которую Бог сказал в мою жизнь, совершилась, я все совершил для тебя, я взял на себя все твои болезни, я взял всякое проклятие на себя, совершилась, совершилась твоя победа, совершилась твоя жизнь, и я встала, и мы поехали домой, и с того момента я больше не ложилась, и знаете, прошло 14 лет, ровно 14 лет, ровно 14 лет, с того момента, как я была в больнице, это был как раз февраль, когда меня привезли, ровно 14 лет, я хочу сказать тебе, ты, может, разочаровался, может быть, ты уже махнул рукой, и у тебя диагноз, знаешь, для Бога нету никаких диагнозов, это вообще, я увидела одну парадокс такой, когда человеку говорят диагноз, он как бы склоняется перед ним, вот это, давайте мы будем склоняться перед Богом, давайте мы будем склоняться, перед ним, давайте пусть в нашей жизни будет Божья сила, потому что Бог сказал, я дал тебе силу и власть, наступать на всякую вражью силу, потому что тот дух, который в тебе, тот дух, который в тебе, он воскресил Иисуса Христа из мертвых, и он способен дать тебе новую жизнь, он способен дать тебе победу во всем, просто поверь этому, просто не сомневайся в Божьих словах, знаете, пусть действительно мы не будем сомневающие звено, но пусть у нас сильный Бог, у нас великолепная церковь, потому что благодаря вашим молитвам, всем, я знаю, только благодаря этому, я вообще живу, а потому что в тот момент, когда ты не способен молиться за себя, благодаря церкви, которая молится за тебя, благодаря пастору и живому учению, благодаря этому, я тоже здесь стою, я знаю, я знаю, что благодаря нашей церкви, многие-многие еще будут, много чудес будет происходить, и они уже происходят, даже маленькое свидетельство еще есть, мы ездили к маленькому, он родился, и ему патология была такая, что врачи сказали матери, откажись от него, потому что у него почечки, а этих проводков, как это, труп нету, и у него было подсоединено, и сказали, что, ну, невозможно, их просто нету, а он только новорожденный, мы приехали и помолились за него, мы и пастор наш, Цогра, и знаете, через день, через день происходило чудо, и сейчас этому мальчику 6 лет, халлилюи, Бог, отвечающий Бог, если ты будешь кричать и взывать к Нему, Он ответит тебе, и действительно, пусть никакое разочарование в твою жизнь не прокадывается, это дьявольская ложь, Бог не изменился, Бог Он тот же, Бог верный Бог, аминь? Халлилюя, воздай ему славу, Бог верный Бог, халлилюя. Спасибо, пастор, вам еще раз, на этом мое небольшое свидетельство закончили. Закончили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok